Девушки отдыхают Да, ты собираешься где-то о нем рассказать? Возможно, где-то придется, но пока точно не знаю. Мы сегодня говорим о вчерашней. Я даже не знаю, как сказать, как это назвать. Это какая-то сенсация была вчера. Кстати, возможно, кто-то этого ожидал. Спросим потом у наших спикеров, было ли это настолько для них неожиданным, насколько это было неожиданным для нас. Потому что то, что произошло на комиссии, в общем-то, было ожидаемо, а вот то, что произошло накануне, нет. И, собственно, о чем мы говорим? Говорим мы о голосовании за кандидатуру Дмитрия Осипова на посту главы администрации города. За день до этого комиссия поддержала его кандидатуру. Его единственным соперником был начальник Первомайского теруправления Вячеслав Семаков. А вчера на заседании городской думы его должны были утвердить. Но этого не произошло. Проголосовали 18 депутатов, один против. И еще 12 человек воздержались. И в итоге Дмитрий Осипов не стал главой администрации. Остался в статусе заместителя главы администрации. Объявлен новый конкурс. Мы об этом поговорим. Чуть позже, я думаю, что нам наши спикеры сегодняшние расскажут. А, кстати, вот насчет коронавируса. Все-таки в связи с коронавирусом наша история продолжается. В том смысле, что мы не приглашаем практически людей в студию, а все-таки набираем в основном их всех по телефону. Если я верно понимаю, на связи с нами сейчас Алексей Вотинцев, депутат Кировской городской думы. Алексей, это вы, да? Да, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Да, Алексей, вот какая история. Вчера депутаты Кировской городской думы частично поддержали, а частично не поддержали Дмитрия Осипова. Если я верно понимаю, КПРФ голосовали как? Голосовали против. Против? Именно я голосовал против, потому что это была позиция нашей партии и моя личная позиция. Но, к сожалению, у нас есть и предатели, как говорится. А наполните, сколько вас всего? Да, Овечкин проголосовал как солидарность Единой России. И также из коммунистов России Барсуков тоже самое, просто проголосовал так же, как Единая Россия. Так, то есть Овечкин и Барсуков поддержали Дмитрия Осипова как кандидата на пост главы администрации. Да, да, они поддержали Единой России, да, и Дмитрия Осипова, соответственно. А вы голосовали против, то есть вот тот один голос против, это вы? Да, 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 конечно. Хорошо, давайте тогда попробуем пояснить, почему вы против? Потому что я это изложил в своем выступлении, у меня как раз много претензий. Первая претензия то, что я не доверяю выводам конкурсной комиссии по поводу профессионализма товарища от Единой России. И также выступил против того, что у него не хватает управленческого опыта именно на таком важном участке и с таким объемом ответственности. Ну и, соответственно, политически то, что, как сказать-то, есть сомнения в его, как это выразиться-то, по-простому, что он не будет оглядываться на своих патронов, на своих людей, которые его проталкивают. Ну, фактически мы говорим, что он человек Чурина, председателя правительства Кировской области. Соответственно, он будет лоббировать интересы других совершенно структур, потому что у нас тоже много вопросов к Чурину, к Александру Чурину. Поэтому, вот, соответственно, из-за этого. И также возмутила та ситуация, которая проходила с участием конкурсной комиссии, да, так же, как и губернатор. То есть непонятна его позиция. То он не успел назначить людей в конкурсную комиссию, то назначил, они не пришли. Это вы про предыдущую историю. То есть, что людьми манипулируют, тем более Единая Россия, она, как сказать-то, не обсуждает эти все вопросы, спускает сверху, они одобрям сголосуют. И поэтому я даже высказал то, что вот Вячеслав Семаков, который он более был подготовлен к этой должности, ну, почему выиграл Осипов, это непонятно. Алексей, вот смотрите, да, я слушателям напомню, Дмитрий Осипов до того, как пришел в администрацию, находился в руководстве ВИАТ «Автодора». Ну, в принципе, достаточно крупная организация. Вот в том, что вы голосовали против, больше роль все же сыграла, что он единоросс и ставленник Чурина? Или действительно есть, на ваш взгляд, какие-то огрехи в его работе именно как руководителя крупного предприятия, что перевесило? В этом и речь. То есть, понимаете, с тем же ВИАТ «Автодором» не все прозрачно и не все понятно. Вы знаете, как там с решением, с перевода из государственного в частное хотели. Ну, много моментов таких. То есть, сами понимаете, сейчас огромный контракт идет также. Практически 2,5 миллиарда выделяется на город, на дороги. Мы считаем, что тут очень большой кусок, который просто есть интерес у разных коммерческих структур. Мы видим это по политике, которая проводилась и Быковым, и ранее Шульгиным, что вместо того, чтобы решать проблемы кировчан, проблемы горожан, решаются совершенно другие вещи, которые, ну, как сказать, в интересах каких-то коммерческих структур. Мы видим, что качественные услуги не предоставлялись, потому что уборки города, ну, много чего. То есть, сами знаете, это все повторять не надо. Мы все это видим, в городе живем. Поэтому основные претензии были к этому. Ну, и вот именно к биографии того же Осипова, потому что там не все так гладко и чисто. Да, Алексей, вот теперь такой вопрос. Смотрите, назначен новый конкурс сейчас. 28 мая, насколько я понимаю, он должен состояться. Я так, если я верно понимаю, вся процедура должна быть запущена по новой. То есть, люди должны заново подавать заявки. Все так. Да, да, да. Уже она в четвертый раз, получается, вся процедура запускает. Если Дмитрий Осипов пойдет, еще раз пойдет на этот конкурс и победит, и будет выставлен вновь на голосование депутатов, вы как будете голосовать? Посмотрим по ситуации. Ну, я говорю, что лично Дмитрию Осипову я не доверяю. Поэтому там голосование идет. Прежде всего, меня включили в конкурсную комиссию. Я буду проверять его знания, его профессиональный опыт, если он подаст, опять же, заявление. Если подадут другие. Но я, видите, кризис политической власти показала вчерашнее голосование и то же самое голосование по бюджету, что он исполнял два месяца, как сказать, был фактически замом по тем вопросам, которые должны были сформировать бюджет. Он исполнял обязанности, когда в отпуске был Плехов Геннадий Иванович. И фактически бюджет готовил он, и получается, что не принятие бюджета, а ведь именно его специально протаскивали. Депутаты от оппозиции просили разделить некоторые вопросы, не голосовать скопом, как это, ну, как вот по Конституции нам предлагают. Так же, то же самое. А голосовать именно по отдельным. Разделить вопросы, которые требуют, ну, не находят единения и требуют определенный, как сказать-то, обмен мнений. Но они не пошли на это, и фактически получилось, что против бюджета проголосовали. Ну, против, опять же, голосовал я один, а все остальные просто воздержались и не прошел бюджет в целом. Потому что у меня принципиальная позиция, надо менять подходы к бюджету. Я уже много раз и поднимал этот вопрос из первых раз, когда только начали обсуждать. То, что меня вызывали некоторые традиции, как этот бюджет формировали, как его обсуждали. При том, это только лишь поправки к бюджету. Поправки, которые, с одной стороны, необходимы, а с другой стороны, это показывает оценка деятельности того же Осипова на главе, ну, вот как бы, на руководстве города. То есть уже тут проколы. О какой профессионализме могут быть иди речь. Я считаю, ответственность должны нести и губернатор, и председатель правительства области Чурин. Потому что они предлагали этого человека, они его всячески, как бы сказать, рекламировали и навязывали, можно так выразиться. Это прокол в целом всей единой России. Поэтому я считаю, что политический кризис сейчас существует у нас в городе, в городской власти. Его нужно разрешать, и разрешать надо всем политическим силам. Надо садиться за общий стол и решать, как мы должны, как сказать, дальше жить. И кто нами должен руководить, то есть не нами, а городским хозяйством, чтобы оно, все развитие и деятельность городской администрации шла на пользу Кировчан, а не просто была, как бы, какой-то размена монетой в каких-то политических интригах и всем остальном. Алексей, вы смотрите, частично начали... Мы должны на главу угла ставить именно благо Кировчан. Вот частично начали вы уже, да, отвечать на этот вопрос, несмотря на то, что не утвердили накануне Дмитрия Осипова. Так или иначе, в администрации он работает, и работает уже некоторое время. А кроме бюджета, за который, ну, справедливости ради, он отвечает не единолично, как-то еще можете дать какую-то оценку его деятельности на посту? Понятно. Так ведь мы, понимаете, все по делам. Он работает, у него нет еще стажа. Я как раз ставлю, что таким хозяйством должны опытные люди руководить. Он должен хотя бы два года поработать сначала замом главы администрации, а потом уже претендовать. Понимаете? Должен быть опыт управления не просто каким-то предприятием, а опыт управления хозяйством, серьезным хозяйством. У нас в городе больше полумиллиона жителей проживает. Понимаете, это не просто так. И таким хозяйством должен быть не какой-то там заместитель редектора или даже какой-то руководитель крупного, который тоже у него там небольшой стаж, кстати. То есть в данной ситуации Симаков подошел бы больше. У Единой России нет кадров, это проблема Единой России. Отказывайтесь от власти, говорите, что мы не способны. Давайте оппозиция справится. Мы сформируем коалиционное правительство. Мы давно требуем на федеральном уровне и на региональном, и на городском. Алексей, я прошу прощения, что перебиваю. У нас не очень просто много времени. Да, скажите, пожалуйста, вы говорите, вот вы готовы сформировать коалиционное правительство и прочее. А КПРФ совместно там может быть с оппозиционными фракциями в городской думе. Не думала о том, чтобы выдвинуть какого-то единого кандидата на пост главы администрации? Есть у вас кандидатура какая-то? Сейчас я озвучить не могу, потому что мы ведь так же и Бекуляка выдвигали, поддерживали. Все потому, что зависит от того, на какой пойдет власть. Ведь, понимаете, вот та же конфронтация пошла, например, с той же Еленой Васильевной Ковалевой. В том смысле, что когда решение принимается на значение конкурсной комиссии, она все принимает единолично. Она ни с кем не советуется. Если советуется, это как вот королева английская, которая посоветовалась и решила так, как она надумала. Понимаете? А мы хотим, чтобы была другая процедура, прозрачная. Чтобы членов конкурсной комиссии назначали не просто сама Елена Васильевна, а назначали именно депутаты. Потому что это представляющая часть депутатов. А когда проект решения готов, там уже ничего не вносишь, не изменишь. Понимаете? Как она решила, так и делаешь. Ты голосуешь или за или против? Да, Алексей, я все... Поэтому, если я голосую против, это ничего не поменяет. Я все понимаю. Да, но у меня все-таки вопрос. Вы в КПРФ обсуждали, есть какие-то вот, ну, в оппозиции, может быть, да, ваши там какие-то коллеги, знакомые, кто готов был бы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы администрации? То есть, чтобы составить конкуренцию... Я понимаю, такие люди есть, но проблема в том, что есть ли у него шансы пройти? Так, понятно. Потому что с людьми, которыми мы разговаривали, то есть, есть ли никаких шансов? Ну, сами понимаете, если люди заточены под что-то, например, так же будут, они своему будут пятерки ставить. Я поняла, я поняла, о чем вы говорите. Ну, сами понимаете, должна быть прозрачность назначения, вот это самое главное. Никто не хочет тратить время бесполезно, да. Спасибо. Алексей Вотинцев, депутат Кировской городской думы, фракция КПРФ, был с нами на связи. Ну, на самом деле, видишь, вот это очень важный вопрос, такой краеугольный по поводу наличия кандидатов, которые готовы принять в этом участие, потому что тот же самый Альберт Бекалюк, когда он там написал в соцсетях, что он не пойдет второй раз на этот конкурс, потому что это будет... Хотя собирался. А, потому что это будет все равно кандидат, которого выберет власть. Уважаемый Альберт Бекалюк, вы не могли этого не знать с самого начала. Ну, вот правда. Поэтому, на мой взгляд, вот та ситуация, которая тут произошла с тем, чтобы подать документы, забрать документы, это тоже не очень красиво и так делать не надо. Потому что кого мы тут пытаемся обмануть? Ну, то есть, если уж ты решил идти, то бейся до конца, а если нет, и ты понимаешь это с самого начала, ну, тогда сразу объясняй свою позицию, почему ты этого не делаешь. Ну, возможно, тут еще вот такая история, там же процедура очень такая хитрая, да, то есть сначала подаются документы, потом идет некий экзамен, да, на знание законодательства, да, и каких-то основ управления муниципального, потом идет собеседование с кандидатами, потом выбирается один кандидат, и этого одного кандидата представляют депутатом городской думы. Говорилось ведь уже о том, что ребята, а давайте, там, несмотря на то, какие оценки они получили, там, на экзамене, на собеседовании, всех трех кандидатов представим, там, или сколько их будет, да, депутатом городской думы, и пусть каждый из них набирает какое-то количество голосов, и потом уже мы посмотрим. То есть в этой ситуации, наверное, конкурентность какая-то была бы в этих выборах. Но тут опять есть опасение, что конкурентность будет не за личностные качества человека, а зато является он, там, представителем оппозиции или представителем единой России. И каждый будет голосовать за своего? Мне бы, например, да, как жителю Кирова тоже не хотелось бы, чтобы тут играли, ну, понятно, что это все равно сыграет какую-то роль, но чтобы основную роль играли политические предпочтения. То есть я согласна, что на должности сити-менеджера должен сидеть хозяйственник и управленец, а не единоросс, справедливорос, коммунист или кто-то еще. То есть в первую очередь профессиональные качества, потом уже политическая принадлежность, если она есть. Владимир Костин с нами на связи, вице-спикер законодательного собрания. Владимир, добрый день. Добрый день. Да, я вчера просила вас выйти с нами на связь, потому что хотелось получить какую-то стороннюю оценку вот этой ситуации, которая вчера произошла в городской думе. На самом деле, я не знаю, можно ли считать ее сенсационной, потому что о том, что, возможно, депутаты прокатят Дмитрия Осипова как кандидата на заседании, об этом говорилось еще в прошлый раз, когда не состоялся первый конкурс, да, совершенно верно. Ну, вообще считать сенсацией голосование не за не стоит, потому что, да, так бывает, люди порой не поддерживают ту или иную кандидатуру или тот или иной проект закона, в том числе предложения, которые одобряются, например, органами исполнительной власти, то есть законодательная власть самостоятельная, представительная власть законодательная, самостоятельная власть, поэтому удивляться не стоит. А вот почему так произошло? Ну, здесь, наверное, в причинах надо разбираться. Видимо, недостаточная работа была проведена с депутатами. Видимо, они как раз-таки, вот то, о чем вы говорили, не получили достаточную информацию о том, что Осипов справится с работой именно как хозяйственник. Видимо, вот от этого результат голосования был отрицательным. — Скажите, пожалуйста, Владимир, у нас сейчас был Алексей Вотинцев на связи, сказал, что для него, как для человека единственного, который голосовал против кандидатуры Осипова, да, для него было важно то, что Осипова называют ставленником Александра Чурина, то есть вот этой несамостоятельности фигуры. Как вы считаете, это сыграло роль или нет? — Сначала про самостоятельность. Глава администрации, ну, давайте назовем это, человек, который отвечает за развитие города, да, там, мэр, скажем так, хотя у нас мэром является другой человек, но по факту человек, который отвечает за город, не может быть полностью самостоятельным по одной простой причине. У нас слишком дотационный город Киров. И большую часть бюджета составляют дотации региона. Поэтому говорить о том, что мэр города, ну, глава города, глава администрации должен быть полностью самостоятельный, как минимум странно. Командность, безусловно, должна быть, но ответственность, безусловно, лежит на главе администрации города. Поэтому человек должен быть ресурсный, то есть он должен быть, ну, давайте прямо, это должен быть хозяин города Кирова. В том смысле, что он за все отвечает и имеет полноту власти для того, чтобы те решения, которые принимались им, были реализованы в полной мере, потому что отвечать за то, что ты не можешь сделать, тоже бессмысленно. Поэтому я здесь странного ничего не вижу, противоречий в этом для меня абсолютно нет никаких. А вопросы все-таки, еще раз, к непосредственно работе. То есть, видимо, депутаты не получили ответы на вопросы, что будет Осипова делать в качестве главы администрации, и справится ли с этой работой. Вот поэтому проголосовали так. Владимир, как вы считаете, если будет проведен новый конкурс, и Дмитрий Осипов вновь на него заявится, и вновь выиграет во второй раз депутаты, картина такая же будет по голосованию, как вы думаете? Или мобилизует все ресурсы и проголосует так, как надо? Картина может быть такая же вообще запросто. Я вам так скажу, я вообще выступаю за прямые выборы мэра города, и в единственном лице уже говорил о том, что важно, чтобы человек имел всю полнуюту власть, и в полной мере нес ответственность. Не с кем-то разделял ее. Один человек, ответственный за город, отвечал за все. Сейчас у нас есть глава администрации и глава города. Вроде бы по функционалу все понятно, по реализации полномочий непонятно. Поэтому от этого нужно отходить. Прямые выборы жители доверили единственному мэру руководства города, мы с него потом спросили. Что касается предстоящего голосования, может быть, в Кургурске, и если уж выбирать все-таки главу администрации вот тем способом, который есть сейчас, то я считаю, что тайное голосование должно быть на Думе, и тогда все без исключения депутаты могут без партийной привязки голосовать за того или иного кандидата. Вот как раз то, о чем мы говорили. Хозяйственник должен быть главным критерием, а не партийная применение. Да, Владимир, но тут ситуация ведь вот в чем. На Думу-то выносится только одна кандидатура, мы говорили уже об этом. То есть не выносят трех, например, участников конкурса, которые там сколько-то баллов набрали на экзамене и собеседовании. А ведь между ними баллы могут отличаться несущественно, да, это на самом деле мы не знаем. Об этом мои коллеги по ЛДПР говорили, и мы также предлагаем, если уж рассматривать назначаемых кандидатов, то рассматривать на альтернативной основе. Согласен с этим. Выносить всех. Еще, Владимир, такой вопрос. Если все-таки по результатам второго вот этого конкурса не будет у нас выбран глава администрации, если я верно понимаю, это значит, что до конца этого созыва городской думы мы будем жить с исполняющим обязанности. Насколько это критичная для города ситуация, на ваш взгляд? То есть важно то, что глава администрации или исполняющий обязанности главы? На мой взгляд, куда менее эффективно будет работать назначаемый глава администрации при существующем главе города, нежели чем вот это вот различие в приставке его. То есть еще раз говорю, нужно приходить к выборности мэра. Вот это будет эффективней. А будет работать глава администрации в качестве главы администрации или исполняющего обязанности главы администрации, на самом деле не так важно. Не важно. То есть можно копии не ломать, если что. Думаю, да. Владимир Костин был с нами на связи, вице-спикер законодательного собрания. Владимир, спасибо. Спасибо большое. Доброе дня. Да, до свидания. Ждем следующего нашего выступающего по телефону. Ну вот смотри, там вот те вещи, которые можно сделать, например, то же самое, да, тайное голосование. Да, действительно, наверное, можно. И мне даже было бы интересно посмотреть, насколько правда вот во второй раз. Насколько тайное голосование будет отличаться от открытого? Да. Напомню, кстати, что исполняющим обязанности у нас является Плехов. Геннадий Иванович. Там какая-то странная была история. Вчера мы даже немножко с Константином запутались. То есть действительно, видимо, Геннадий Иванович был в отпуске, и Дмитрий Осипов исполнял его обязанности, его обязанности исполняющего главы. А Осипов работает в должности замковой администрации, причем без приставки его. Теперь уже да. Его, да, утвердили где-то в конце марта, по-моему. На предыдущем заседании Городской думы, если мне память не изменяет. Ну, вот эта вот история с тем, что должен быть один кандидат. В смысле, один кандидат на главного человека в городе. То есть и глава города, и мэр города, и глава администрации должны быть одним и тем же. Эта история, она не первый раз в нашем эфире звучит. Да, и, кстати, вот Алексей Кузьмин, наш следующий собеседник, депутат Керпской городской думы 5-го созыва, предприниматель, по-моему, как-то говорил про одну фамилию, которую он должен вспоминать матерным словом, когда падает на гололеде. Алексей, добрый день. Да, добрый день. Я не ошибаюсь, это ведь вы говорили в нашем эфире такое, да? Да, это я говорил, когда я упал как раз недалеко от городской администрации, и я задался вопросом, почему я должен вспоминать две фамилии, когда матерными словами ругаюсь на ту ситуацию, которая создалась в городе. гололедом, грязью, неухоженностью, неубранностью и так далее. И поэтому я как раз и выступаю за то, чтобы в городе был один хозяин, один управленец, один человек, который принимает решения, а не как сегодня. У нас какие-то две головы, двоеглавие, у каждого размытый функционал, у каждого размытая ответственность, и каждый не отвечает ни за свои, ни за чужие. Алексей, по вчерашней ситуации, что можете сказать? Насколько она была предсказуема? Ну, может быть, она не была предсказуема, потому что все люди, которые принимают решения и которые, скажем так, лоббируют этого кандидата на должность городского сети менеджера, они думали, что все пройдет как по маслу, что вот так вот можно городских депутатов взять нахрапистостью, напористостью, не обсуждая толком ни с представителями фракции, тем более с оппозиционными депутатами своих решений, и думали, что с кондачка их там, так у них все получится. Но не получилось, я считаю, что это урок, это щелчок по носу, и это результат того, что в нашем вятском политическом болоте или поле нельзя такими методами работать, все-таки нужно быть аккуратнее, нужно уметь разговаривать, нужно уметь договариваться, и все-таки во всех политических решениях должна быть конкурентная среда, о чем я неоднократно говорю, что те два кандидата, один из них, который был изначально, безусловно, техническим, не являются конкурентной средой, и это неправильно, некрасиво, так не должно быть. Но, между прочим, Вячеслава Симакова многие называют, многие наши эксперты называют человеком, за которого, может быть, с большей охотой голосовали бы, учитывая его опыт и, ну, такое хорошее, что ли, отношение к нему, в том числе, там, и жителей района, да, которым он руководит. Ну, безусловно, человек он хороший, я испытываю к нему искренней симпатии, как и руководитель, как муниципальный управляющий и человек, он хороший. Но вопрос заключается в том, что мы же помним, как этот же Вячеслав Симаков был точно таким же техническим кандидатом, когда у нас так называемые были выборы Шульгина, когда Шульгин также подавал документы на конкурсную комиссию. Поэтому и повторное его появление в списках кандидатов, и публичное освещение во всех средствах массовой информации, что именно Осипов, главный претендент именно Осипов должен стать главой администрации, мне кажется, и как раз поставили в тень Вячеслава Симакова. Алексей, а как вам кажется, если бы, например, депутаты городской думы получали не одну кандидатуру для голосования, как было вчера и как вообще у нас бывает, а если бы все участники конкурса, вне зависимости от того, сколько они баллов набрали на предыдущих испытаниях, выставлялись на суд депутатов, у Вячеслава Симакова были бы шансы быть выбранным? Я думаю, что были бы. Я еще раз повторю, лично я и многие коллеги, депутаты и вообще многие горожане испытывают симпатию к Вячеславу Симакову, поэтому если бы он действительно не проходил вот эти непонятные, я бы сказал, мутные конкурсные процедуры, а действительно выступил с программными заявлениями, подготовил бы программу предложений и убеждал бы депутатов городских в правильности своих будущих решений, я думаю, он бы мог победить. Потому что кандидатуру Осипова не знает никто, не понимает никто, и я не уверен, что у него при той поддержке, которую ему оказали городские депутаты от фракции «Единая Россия», я не уверен, что каждый вообще осознанно этот выбор сделал, а не было это фракционным каким-то решением, вызванное давлением. Алексей, возможно, нам сейчас нужно просто прерваться на рекламу. Если вы полторы минуты повисите на телефоне, то мы после рекламы еще с вами поговорим. Да, конечно. Есть такая. Все, спасибо. Продолжаем дневной разворот. Дарья Тепузлева, Анна Лапшина. Продолжаем общаться с Алексеем Кузьминым, депутатом Гордумы Пятого созыва, предпринимателем. Алексей, вы с нами, да, по-прежнему? Да. Алексей, я сейчас даже зачитаю, наверное, отрывок из вашей речи в соцсетях. Любое резкое, несогласованное на храпистое решение всегда будет встречать жесткое партизанское сопротивление местных политических и экономических элит. Ну вот у меня по этой фразе, даже сразу, как я ее прочитала, возник такой вопрос, а не было ли это вообще случайностью? Потому что ведь огромное количество решений, странных решений, непопулярных решений протаскивается через Гордуму, и депутаты не проявляют никаких своих партизанских качеств, а тут вдруг. Вы знаете, вот в этой ситуации можно отметить следующее, что депутаты оппозиционных партий не проголосовали против, они проголосовали воздержался. Проголосовали воздержался. Ну там даже есть те, кто за. Да, естественно, мы знаем эти фамилии, даже те, кто был за из оппозиционных фракций. Но, тем не менее, есть такое мнение, что когда человек и когда фракция принимает такое решение, что это все-таки не отрицательное, не положительное решение, это именно нейтральное решение, которое способно не принять итоговый результат. То есть, когда депутаты собрались на очередное заседание Городской Думы, они увидели, что депутатов от фракции «Единая Россия» недостаточное число для того, чтобы принять положительное решение. И таким образом, взяв такую нейтральную позицию, не против, но все-таки нейтральную, потому что многие, даже мои коллеги из фракции «Единая Россия» высказывались и положительно о кандидатуре Осипова, но, тем не менее, взяли такую нейтральную позицию. И получается так, что это такое, знаете, партизанское противостояние. Не открытая борьба в окопах, а все-таки партизанское противостояние. Именно поэтому я такой фразой это и назвал. Поэтому здесь ключевое решение было за фракцией «Единая Россия», которая не была способна организоваться, собрать необходимый для себя форум, необходимое количество голосов депутатов. То есть это провал «Единой России». Я бы не назвал это победой оппозиции, это провал «Единой России». Спасибо большое, Алексей. Это был Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы 5-го созыва, а ныне предприниматель. Мы сейчас как раз будем с представителями «Единой России» связываться, спросим у них. Не знаю, как же они так провалились. Как получилось так. Нет, на самом деле я не знаю, можно ли рассматривать это как провал, потому что части депутатов не было на голосовании сразу, скажем, по-моему, на четверых человек. Я такое встречала в ОЗС в предыдущем созыве, когда, правда, иногда это получалось просто случайно. И глядя на депутатов, ты понимал, что они этого тоже не ожидали. И растерянный тогда еще Алексей Войнин в качестве спикера ЗАГС-собрания тоже был крайне растерян. Правда, некоторые вещи происходят просто случайно. Мы сейчас спросим у Юрия Лупова, депутата Кировской городской думы фракции «Единая Россия», о том, что же все-таки вчера случилось. Юрий Александрович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, поясните нам, пожалуйста. Вот, во-первых, по количеству голосовавших вчера депутатов от фракции «Единая Россия» были сообщения о том, что не все депутаты были на вчерашнем заседании, и в итоге просто не хватило голосов за то, чтобы избрать Дмитрия Осипова главой администрации. Так ли это? Ну, к сожалению, не все коллеги от наших фракций вчера по ряду уважительных причин смогли присутствовать на данном заседании. Ну, да, так получилось, что единое мнение у нас вчера с так называемыми оппозиционерами не сложилось. И в результате у меня очередного заседания Кировской городской думы было принято решение о переносе конкурса на замещение вакантной должности главы администрации города Киров на 28 мая 2020 года. То есть 28 мая состоится новый конкурс, до этого момента все кандидаты, все претенденты на пост должны подать документы, как я понимаю, да? Совершенно верно, да, процедура, она уже... Стандартная. Стандартная, да, поэтому ничего нового здесь, я думаю, мы не придумаем, да. Да, Юрий Александрович, вот такой вопрос. Говорят, что, ну, скажем так, недостаточной была информационная работа по знакомству депутатов вот с Дмитрием Осиповым как претендентом. Несмотря на то, что он уже работает в администрации. Да, может быть, ну, как бы по этому поводу что-то скажете? Действительно есть недоработка? Ну, вы знаете, вся необходимая информация была предоставлена, и работа эта действительно проводилась. То есть я могу сказать, наверное, и за себя, и, может быть, даже за твоих коллег по фракции, что информации было более чем достаточно, и она была в свободном доступе. То есть можно было познакомиться с ней, задать какие-то вопросы, получить обратную связь. То есть никакой закрытости не было, наоборот. Поэтому вчерашнее положение вещей, оно как минимум со стороны иных фракций, оно странное. Во всяком случае, для меня. Юрий Александрович, я не знаю, в курсе вы или не в курсе. Если Дмитрий Осипов будет участвовать в новом конкурсе? Пока я ничего сказать не могу, поэтому выдержусь от комментариев. Посмотрим. Будем догадать за ситуацию. Да, еще я бы хотела попросить вас все-таки оценить вот эту сложившуюся ситуацию. Все-таки без главы администрации Киров живет, ну, практически три месяца уже, да. Насколько это вообще проблемная для города ситуация? Или в принципе... Исполняет обязанности, я считаю, что люди более чем компетентные, знающие хозяйство, знающие и азы управления, действительно серьезные управленцы. Поэтому я думаю, что даже в период, так скажем, отсутствия официального главы в город безопасности, да, конечно, это накладывает, когда человек вступает в должность официально, это накладывает дополнительную ответственность, наверное, да. Это и людьми воспринимается, жителями как-то уже иначе, да. То есть все равно эта ситуация, она несколько дестапинализирует, да, обстановку. Но я считаю, что каких-то серьезных катаклизмов у нас не произойдет. Юрий Александрович, может быть, тогда... И мы спокойно решим все эти вопросы. Может быть, тогда не стоило вновь запускать ту процедуру, которая, ну, уже явно что-то с ней пошло не так. Потому что обязанности исполняет Геннадий Плехов, у которого тоже огромный опыт работы в этой сфере, который, насколько я помню, он уже даже в этой, собственно, должности работал. Ну, может быть, просто стоило его и оставить? Тем более, что Дмитрий Осипов тоже тут. Я думаю, что та кандидатура, которая была представлена, да, она при всем уважении к господину Плехову, да, то есть я могу сказать Геннадию Ивановичу, да, что такая кандидатура, которая была заявлена, да, то есть она не менее компетентна, да, то есть человек попадает определенными навыками, опытом, знаниями, и он прошел определенный отбор. То есть, соответственно, мы понимаем, что это не просто так, человек с улицы зашел и говорит, ребята, я сегодня, вот, пожалуй, займу эту должность. Поэтому давайте мы сейчас не будем углубляться на дискуссии. Все процедуры были соблюдены, и все желающие лица, которые сегодня были готовы участвовать в данном конкурсе, они заявились. Ну, опыт опытом, но, тем не менее, не муниципального управления. Это все наши с вами домыслы, не более того, потому что, да, то есть каждый имеет право на свою личную точку зрения, на свое мнение, и также право его выразить. Еще раз говорю, да, все лица, которые заявились на сегодняшний день, они приняли участие в этом конкурсе. Еще, Юрий Александрович, у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Дмитрия Осипова многие, там, наши эксперты, даже ваши коллеги по городской думе, называют ставленником председателя правительства Кировской области Александра Чурина. Я не прошу вас сейчас оценить, так это или не так, но скажите, пожалуйста, вот если бы это было так, это все-таки скорее плюс или скорее минус для главы администрации хорошее отношение с председателем правительства? Я прошу прощения заранее, да, то есть, за на свою эпику сейчас, да, но это не совсем корректный вопрос, это все домыслы, которые мы все люди официально, да, то есть я являюсь депутатом Кировской городской думы, представляю интересы своих избирателей, и сегодня играть в домыслы, наверное, это не уровень депутата, тем более фракции Едемии России. Не готовы. Хорошо, давайте не будем это комментировать. Да, в таком случае у меня еще просьба к вам будет, у нас остается две минутки, расскажите, пожалуйста, по поводу вот этого голосования за поправки в бюджет, потому что надо нам все-таки понять, что было вчера, почему не состоялось голосование, и что будет дальше, собственно. Ну, отлично, это был какой-то некий демарш, протест, иначе я никак это называть не могу, да, может быть, и были какие-то отдельные недочеты или разногласия между коллегами, да, но это все решалось в рабочем режиме, все эти вопросы прошли комиссии, то есть, соответственно, все именно по этой причине не были вынесены на голосование. Ну, то есть, я так скажу, что без малого, да, мы буквально вчера, да, не приняли ряд очень важных поправок в бюджет, да, то есть это увеличение суммы на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, строительство дорог в камках реализации у нас проекта «Жилище», да, ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные качества» на дороге. Дальше мы вчера коснулись таких важных вопросов, как также ремонт живых помещений участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, это организация 33 мест для детей в области от 2 месяцев до 3 лет в детский сад номер 202, значит, также вопросы касались благоустройства дворовых территорий, также вопросы касались организации питания школьников, начальник классов, то есть вот эти все вопросы, они вчера не были приняты, и если честно, да, то, наверное, это никак не красит наших коллег по цеху, которые вчера, собственно говоря, воздержались от голосования по ним. То есть они просто не стали голосовать по этим вопросам, они ушли? Они не стали голосовать. Не стали голосовать. Право воздержаться. А что теперь, Юрий Александрович? То есть этот вопрос будет повторно выноситься? Будем выносить вопрос опять на комиссии, будем, соответственно, дальше работать. То есть все равно постараемся какой-то диалог выстроить в этом моменте, да, но вопросы важные. У нас просто оппозиционеры очень часто говорят о том, что, прошу прощения, да, наверное, за такой слэнг, да, но тем не менее, да, есть некое противостояние какое-то, понятно для нас. Говорят о заботе жителя города, там, о его развитии, о его привлекательности, но те вопросы, которые исключительно социальные, направлены на развитие города, направлены в этой непростой сегодняшней ситуации, на поддержку людей, они не были приняты. Ну, тогда о каком, о какой социальной позиции мы можем говорить? И очень многие депутаты, не из фракции Единой России, зачастую позволяют себе говорить такие вещи о том, что там фракции Единой России, да, там они как-то пытаются, там, какие-то свои интересы, там, какие интересы. Тут все прозрачно, все очевидно, да, и пресса присутствовала. То есть мы всегда открыты для диалога, для контакта, но вчера вот этот демарш, это было, ну, похоже на какой-то пиар, то ли некомпетентность, я бы даже сказал. Может быть, громко, да, но тем не менее, это так. Потому что люди, которые осознают всю ответственность за принятие или непринятие подобных поправок, да, то есть они такими вещами, ну, не шутят. Спасибо, Юрий Александрович. Мы обязательно спросим у депутатов оппозиционных фракций все-таки, да, а что это было и почему они так себя повели, потому что, ну, вот пока действительно получается какая-то странная история. Благодарим Юрия Лупова, депутата Кировской городской думы от фракции Единая Россия. Первый час дневного разворота завершается, через 20 минут вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова